Огромный привет всем поклонникам спорта и авиации. Телеканал Беларусь 5 предлагает вам подняться в небо вместе с лучшими вертолетными экипажами со всей планеты и стать свидетелями зрелищного авиационного шоу. Минск стал местом проведения 16 чемпионата мира по вертолетному спорту. Также на Боровой прошел этап Кубка мира по вертолетным гонкам. 7 стран, 36 экипажей и несколько десятков тысяч зрителей. 4 классические дисциплины, а также 2 вида программы. Это слалом и развозка грузов в рамках именно вертолетных гонок. Это действительно зрелищно, это действительно интересно. И сегодня мы предлагаем вам окунуться в эту волшебную авиационную атмосферу. Сегодня за ходом увлекательных интересных соревнований будут следить ваши комментаторы Анна Любенкова и Анна Рогожинская. Мастер спорта, пилот вертолета Ми-2 Витебского аэроклуба летает с 2007 года. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. На самом деле очень здорово, что это первая трансляция на белорусском телевидении такого масштаба про небо. Очень здорово. Давайте посмотрим, что будет происходить. На самом деле начнем мы с дисциплины слалом. Это 1-4 финала в дисциплине дженерал. И здесь сразу два белорусских экипажа. Видите, эти синие-белые с красными вертолеты, это значит, что они представляют Витебский аэроклуба, Владимир Бугаев и Андрей Роганов и Александр Грищенко, Олег Манько. Вот эти два известных, очень опытных экипажа сейчас будут сражаться друг с другом. Это дисциплина с лалом. Здесь у каждого вертолета есть ведро с водой. Чуть, наверное, позже будем рассказывать по ходу, как нужно проходить дистанцию. Есть входные ворота, ворота, которые нужно проходить в определенной последовательности. И, конечно, важно сделать следующее. Важно не только не расплескать воду, которая находится в ведре, но и поставить его точно ровненько на маленький столик, который находится на финише дистанции. И, как мы видим, первым удается эту дистанцию проходить Владимиру Бугаеву и Андрею Роганову. Очень здорово выглядит экипаж под номером 31, номер 30 у второго белорусского экипажа. Это первый полет. И давайте смотреть. Вот сейчас первый экипаж уже готов поставить ведро на стол. Столик очень маленький. Он чуть больше диаметра ведерка. И на самом-то деле сходу это сделать совсем непросто. Мы видим, что без штрафа первым проходит экипаж Бугаев-Роганов этот первый старт. И выигрывает в первом, скажем так, зачетном полете. Всего таких полетов может быть три до двух побед. Это уже стадия на выбывание. Как любой плей-офф, который мы с вами прекрасно знаем в любом виде спорта, выигравший дважды, проходит дальше, проигравший из борьбы выбывает. Но сейчас очень интересно, сможет ли Александр Греченко и Олег Манько что-то противопоставить, ну, наверное, все-таки более молодому экипажу. Ну да. Поскольку Бугаев-Роганов, они не так долго вместе, но достаточно уже известны на белорусском пространстве, да и не только. И вот видите, насколько поток воздуха подхватывает ведро, и здесь непросто с ним совладать. Да, на самом деле, вот был удар о стойку, и разлито большое количество воды, скорее всего, будет штраф по воде. Здесь важно следить за махами, потому что очень большие махи также приводят... Да, и вот вы видели, что и экипаж Греченко, Александра и Манько Олега также коснулись стоек ворота, разлили ведро. Ведро, на самом деле, вот сейчас будет постановка, я расскажу немного о махах. Вот, это зависит от гашения скорости и разгона. Если слишком большие махи, тогда получается, что вода из ведра как бы выдувается потоком. Вот, и, соответственно, будет штраф по воде. Ну, штрафов здесь, на самом деле, достаточно. Нельзя касаться ведром не только земли, но и стоек ворот. Ворота у нас находятся на расстоянии одного метра друг от друга, и высота тоже, по-моему, около метра там с небольшим. И вот красные, вот эти вот красные метки на воротах, они означают, что ведро уже приближается к выходу из самого сектора, в который нужно пройти, ну, проходить выше сектора ни в коем случае нельзя. И за это тоже будет штраф. Разрешается повторное прохождение ворот, если с первого раза не получилось. Ну, конечно, это время, это драгоценные, не то что минуты, это мгновения, доли, секунды, которые порой решают все в этом виде спорта. И у нас уже следующий вид программы. Владимир Бугаев, Андрей Роганов уверенно, со счетом 2-0 свою первую дуэль выиграли, проходят дальше. А вот здесь у нас польский экипаж. Марчинг Шамборский и Михаил Шамборский на вертолете Робинсона Р-44. И также Сергей Тупиков, Алексей Пентелин, это российский экипаж, выступает на Ми-2. Вот интересно как раз-таки, как противостоят друг другу. Ведь Ми-2 весит около 3,5 тонн. Большой такой грузный вертолет. Ну, а Робинсон, он легкий, маневренный. Совершенно верно, да. Достаточно, ну, скажем, дерзкий в плане вертолетных гонок. Он быстрее набирает высоту, но есть свои нюансы. И видите, что первый дуэль, первый дуэль здесь выигрывает Тупиков и Пентелин. Не смог более маневренный вертолет Робинсон здесь ничего противопоставить опытным россиянам. Стоит отметить, что по времени не так уж и много проиграли поляки, но они получили штраф. Они коснулись, по-моему, стойки ведром. И, соответственно, получили 10 штрафных очков и проиграли первую дуэль. Но вот во второй, во второй дуэли давайте посмотрим. Хорошо получается у пары Шампорских, у Марчина и Михала. И чуть быстрее, на мой взгляд, они проходят сейчас вот эту вторую дуэль по маршруту. Да, немного быстрее проходят. Но здесь нужно, опять же, смотреть штрафы. Не будет ли у них касания ведра стойки, не будет ли пролитой воды. Ух, как разбалансировали груз сейчас за счет, наверное, своих таких динамичных движений. Может быть, за счет потока ветра. И вот все будет решаться реально постановкой на стол. Первая дуэль за россиянами. Давайте посмотрим. Здесь вполне могут претендовать на дополнительный раунд поляки. Нужно им сравнивать счет. Но получится ли у них аккуратно, аккуратно стараются зайти на стол. И сходу, сходу получается, но разлили воду. Ну, разлили воду, да. Много воды разлили, чуть меньше времени потребовалось полякам, чуть больше россиянам. Но давайте посмотрим. По итогу выбывает. Выбывает польский экипаж на Робинсоне, потому что на итоговый результат влияют штрафные баллы. Слишком много воды разлили, а каждые 10 баллов это плюс 10 секунд ко времени. Да, совершенно верно. Следующий, следующий раунд у нас соревнуются украинские экипажи здесь в качестве пилота. Любовь Приходько, Любовь Федоровна Приходько, известнейшая пилотесса, женщина, о которой знают далеко за пределами Украины. Она больше 50 лет в вертолетном спорте. Вы только вдумайтесь в эти цифры. Рядом с ней Александр Миндариев, ее оператор. И противостоят они Виктору Каратаеву и Владимиру Зябликову из российской команды. Ведь чуть более аккуратно зеленый вертолет, это украинский экипаж, проходит сейчас дистанцию. Ну и так дерзит, дерзит, наверное, так уместно будет сказать российский экипаж, потому что достаточно быстро ведро здесь очень сильно раскачивается. Как бы воды слишком много не потерять. Да, махи большие, и нужно быть аккуратным при таких больших махах, чтобы вода не выдувалась из ведра. При таких махах также нужно четко смотреть по направлению, чтобы оно прошло посередине ворот, не ударилось о стойку. Ну и на самом деле приходится иногда зависать над воротами для того, чтобы или повторную попытку совершить, или просто вот это колебание ведра успокоить. Ну и первым вырывается ближе к столу, и заключительным воротом российский экипаж. Давайте смотреть. А сходу-то не получилось. Да, на самом деле сходу тяжело, тяжело поставить сходу. Ну и приблизительно так одновременно, одновременно сейчас ставят ведро и российский, и украинский экипаж, но Любовь Приходько получает штрафные баллы, получает и проигрывает. И скорее всего это был штраф, опять же, за разлитую воду, видели, как ведро у нее колебалось, но Любовь очень опытная, как называют ее любя в большой вертолетной семье тетя Люба. Да, да, тетя Люба. Да, и всегда на самом деле приходит на помощь, подсказывает молодым экипажам, но аккуратничает. Сама говорила о том, что в рамках чемпионата мира всегда на слалами у нее были медали, а на нашем чемпионате мира чуть-чуть поосторожничала и осталась без наград. Немножко расстроилась, и вот на вертолетных гонках пытается, пытается она зацепиться за прохождение следующего раунда. Уже из одной восьмой она в одну четвертую поднялась. Ну вот здесь, конечно, Каратаев и Зябликов быстрее, быстрее работают, это видно. И пытается догнать, пытается догнать зеленый вертолет, махи достаточно серьезные. Но вот сейчас по постановке опять же будет все решаться, будет ли рисковать Любовь Федоровна, пока непонятно. Еще одни ворота цепляет, цепляет Каратаев, а это значит, что будет 10 секунд штрафа. Но посмотрите, насколько отстал зеленый вертолет. Он достаточно приводит к, есть шанс, да. Будет, если будет штраф по воде 10 секунд, то будет шанс. Как же быстро, как быстро сейчас поставили Владимир и Виктор в ведро. А, Любовь, к сожалению. Да, вот здесь ведро, когда разболталось, очень сложно его успокоить. И вот эти драгоценные секунды, и драгоценные секунды дают. И не получается. Да, тут штраф, наверное, уже не поможет. Не поможет штраф команды соперника. Видите, какое крошечное вот это ведерочка. И как его нужно уместить на такой же небольшой столик. Касание, повторная постановка, это тоже не самые лучшие перспективы. Зависает, зависает. А здесь уже... Здесь еще волнение играет роль, когда понимаешь, что идет время. Нужно ставить. Ну и здесь, да, мы понимаем, что темным подсвечивается украинский экипаж. Здесь на Титре он выбывает. Выбывает, Любовь Федоровна. На самом деле, спасибо ей. И у нас следующие экипажи на старте. На Робинсон 40Р44 выступают Диденко Ирина и Гумбатова Светлана. На вертолете МИ-2 Диригус Микола и Довженко Александр. И хочется немножко отметить и рассказать вам, дорогие телезрители, про ведро. Вот такой немаловажный факт, может быть, обратили внимание, что экипаж зачерпывает в начале своего... После старта зачерпывает воду. Раньше вода зачерпывалась хуже. Это такой интересный факт. Очень здорово, что сейчас вот был удар. Мы видим, что, скорее всего, будет красный флаг. Это значит, дополнительные 10 секунд. Ведро просто не тонуло. Я помню, как терялись драгоценные секунды просто на набирании воды. Ведро становилось как пупловок и не тонуло. Здесь такой проблемы нет. Мы можем это наблюдать. На самом деле, когда зависает вертолет над бочкой, видно, что не сразу ведро погружается. А раньше, наверное, было и того сложнее. И того сложнее, да. Но вообще, вообще не тонуло. То есть это было действительно проблемой. И мы даже пытались как-то усовершенствовать ведра. Сделали какие-то специальные грузики, чтобы они побыстрее тонули. Но сейчас все замечательно. Тонет быстро. Ну, вот здесь мы видим, что не все получается у одного и второго экипажа. И будут штрафы, очевидно. Потому что и зацепили стойки, и много воды разлили. И сразу на постановке на стол тоже не все получалось. Ни с первой попытки. Но первую дуэль выигрывает украинский экипаж. Микола и Александр. Ну, а девушкам, девушкам, достаточно опытным, нужно стараться сейчас на более легком вертолете. Тоже такой, ну, скажем, женский вариант вертолета, если уместно будет так сказать. Легкий, компактный, красивый такой, с очень интересной раскраской. И нужно сейчас направить как можно быстрее через ворота для того, чтобы попытаться зацепиться за розыгрыш и выйти в третий раунд соревнований для того, чтобы побороться все-таки за итоговую победу и выход в полуфинал. И по площадке хочется отметить для телезрителей, которые, возможно, еще не поняли, что проходится 11 ворот. То есть первые ворота проходятся как бы два раза. Шестые ворота в конце площадки проходят один раз. И на земле дальше можно будет... Вы, возможно, заметили, что лежат оранжевые стрелки. И это направление прохождения ворот. То есть если экипаж прошел не по направлению, это также 10 секунд штрафа. Да, направление прохождения ворот определяется на специальном брифинге, который проходит перед полетами. Ну и экипаж должен очень строго выполнять все инструкции. Давайте сейчас посмотрим. Вот это финальная развязка. У нас здесь экипажи фактически одновременно прилетели к столу. Но, видите, больше, больше точности было в действиях экипажа из Украины. И таким образом Микола и Александр проходят. Проходят в следующий раунд. И вот вашему вниманию как раз-таки итоговый протокол в дисциплине дженерал. Ну а теперь давайте посмотрим с лалом, но уже в категории мастерс. Две дисциплины существуют для повышения зрелищности, интереса и со стороны участников. Это дженерал и мастерс. Вот в дженерале могли выступать только те экипажи, которые не вошли в число лучших по итогам общего зачета Кубка мира 2017 года. Это сделано как раз-таки для повышения шансов остальных экипажей. Зато в категории мастерс участвуют все. И, в принципе, могут проявить свои силы вот уже на стадии 1-8, 1-4 и посоревноваться для того, чтобы пройти в решающую стадию турнира. У нас здесь Юрий Яблоков и Константин Подойницын противостоят Сергею Тупикову и Алексею Пентелину. Оба экипажа из России, но ведь те выступают на разных вертолетах. Робинсон и Ми-2 вновь между собой выясняют, кто лучше. Очень интересно, конечно, наблюдать за Робинсоном и вот когда именно противостояние Робинсона и Ми-2. Видно, я думаю, что даже и зрителям, видно невооруженным глазом, что хоть Ми-2 и потяжелее, но если он догоняет, то это вызывает такое уважение. Да, на самом деле он не только больше по размерам, но и тяжелее. И, кроме того, обратим внимание на то, что очень жарко во время соревнований. Вертолет перегревается, перегревается Ми-2 в первую очередь. Да, совершенно верно. Огромная машина. Вертолету тяжело, как и людям. И в этом полете мы видим, что выиграл экипаж Яблокова-Юрия и Бадоницына-Константина на вертолете Робинсона-44. Ну вот и шанс. Шанс есть у Тубикова и Пентелина. Все-таки экипаж опытный, многократный. Чемпионы-победители различных соревнований в России. О них знают, в России их боятся. И не только в России, во всем мире наверняка. Но здесь пока у Робинсона все получается неплохо. Ну, как и у российского экипажа. В принципе, идут они наравне. Вот сейчас мы сможем наблюдать, как они будут проходить шестые ворота. Шестые ворота, немножко объясню. Вот он разворачивается и идет в обратную сторону. И если экипаж, когда идет до шестых ворот, у нас так условно называется прямые обратные ворота. То есть, если туда мы идем, у нас ворота прямые, то обратно мы разворачиваемся. Они у нас уже будут обратные. Ну, это такие вот тонкости, как говорится, из кабины. Ну, на что я хотела обратить внимание, еще одни тонкости из кабины. У Робинсона пилот находится справа. У Ми-2 пилот находится слева. Поэтому, когда летят два Робинсона или два Ми-2, они выполняют, грубо говоря, все позиции с одной стороны. Когда летит Робинсон и Ми-2, они огибают по-другому немножечко трассу, скажем так. И обходят ворота, и на стол подходят с разных сторон. Это обусловлено тем, что пилоты там находятся с разных сторон. Ну, что ж, у нас завершился полет. И мы поздравляем Яблокова Юрия и Константина Подойницына. Они выигрывают, потому что их соперники получили штрафные баллы, видели, там зацепилась ведерко, пролилась вода. Ну, и, если честно, очень обидно, что эти два опытных экипажа встретились на такой ранней стадии. И хотелось бы их посмотреть, не узнаю, в полуфинале, может быть, в финале. Но вынужден был выбывать Тубиков и Пентелин. И смотрим дальше. Дальше у нас вновь два российских экипажа. Каратаев Виктор и Зябликов Владимир, Дегтярь Виктор и Васильев Петр. Очень два сильных таких экипажа, которые выступают на своих вертолетах. Видите-ка, у них такая интересная раскраска. Детали спортивный клуб армии, если не ошибаюсь. Об этом свидетельствует такая боевая окраска. Ну, два одинаковых, по сути, два одинаковых по расцветке вертолета. Оба Ми-2. Но, как выразился один из пилотов, самая главная деталь в вертолете – это пилот. Пилот и оператор. Все зависит исключительно от мастерства. И мы видим, что был непроход ворот, и судья поднял красный флаг. Значит, дополнительные 10 секунд штрафа. Их получает Виктор Каратаев, Владимир Зябликов. Вот интересно, как сейчас, как сейчас по времени сложится. Подходят уже к столу экипажи. Как здорово. Воду ставят воду. Получилось, очень здорово получилось у Виктора и Петра. Ну, а здесь не попадает, не попадает на стол. Причем с первого, со второго раза не попадает. Только на третьем и вода, вода разлита много. Больше 20 секунд точно получат экипаж Каратаев-Зябликов. И смотрим второй. Второй полет. Обязательно нужно пытаться дотянуться до соперников, для того, чтобы в трехранное противостояние борьбу перевести. Хочется отметить, что бывает, экипажи не видят друг друга. То есть оператор должен наблюдать за площадкой, как бы прицеливаться по высоте, по направлению к воротам. И только изредка может кинуть взглядом. Обгоняет он или нет соседний экипаж. И, естественно, уж тем более, он не знает о ошибках и о штрафных очках, которые допустил соседний экипаж соперника. То есть бывает такое, что вот, казалось бы, все, не гоните. То есть остановитесь немножко притормозить. У вас есть шанс, потому что соседний экипаж получил штрафные очки, но они об этом не знают. То есть никак не могут узнать. Ну и мы видим, что приближается, приближается экипаж Виктора Каратаева к своим соперникам и пытается сейчас догнать, хотя на прямых воротах достаточно серьезное было отставание. И получается, получается, в первой попытке поставить ведро и у одного и второго экипажа в том числе. Но мы видим, что здесь, на самом деле, оба получили штрафы и разлили воду. Ну и, соответственно, по итогу двух противостояний в следующую стадию проходят Виктор Дегтярь и Петр Васильев. Следующая, следующая стадия, где у нас вновь на площадке Робинсон и Ми-2. И это украинские и российские экипажи. Диригус, Микола и Довженко, Александр. И на Робицине у нас Жуперина Елена и Родионов Николай. Вот, на самом деле, есть экипажи чисто женские, есть экипажи смешанные. Ну а как, на ваш взгляд, Анна, проще, сложнее работать чисто женским, чисто мужским коллективом? Или же, может быть, наоборот, наиболее действенным будет тот экипаж, где мужчина работает в качестве оператора, все-таки все руками нужно таскать, примиряться. Это достаточно сильные руки должны быть. Ну а девушка уже будет управлять непосредственно вертолетом. Хотя есть и другие случаи, есть и наоборот. Да, есть и наоборот. Ну вот про конкретно наш экипаж. Я летаю с Канюшерской Мариной, и она мой оператор. Летаем мы два года. А до этого так получалось, что каждый год у меня менялся состав экипажа, и я летала с мужчинами. То есть, да, у нас был смешанный экипаж. Я не могу сказать, что есть какие-то серьезные отличия. Марина хорошо справляется. И я довольна, что у нас женский экипаж. Ну, на самом деле, у нас не один женский экипаж. У нас еще есть Анастасия Краткевич, София Куршубадзе. Вот два экипажа. Один из Минска, один из Витебска. Полностью укомплектованы прекрасными дамами. И на самом деле, очень здорово. Девушки себя проявили на чемпионате мира. И одна пара, и вторая. Ну, а здесь мы обращаем внимание на то, что после первого полета Елена Жуперина вместе со своим напарником выигрывает. Выигрывает за счет того, что была разлита вода украинским экипажам. Очень сильно ударил здесь ведро остойку. Много воды разлили. Ну, и получили штрафные баллы. И вот второй, второй заход, скажем так, на площадку для того, чтобы попробовать, попробовать украинскому экипажу на МИ-2 приблизиться. Но они уже со старта начинают уступать. Вот мы видим, они проходят первые, вторые, третьи, четвертые ворота. Проходятся они в разной последовательности. Вторые в обратную сторону. Вот сейчас будут шестые, разворот. И опять-таки здесь, если говорить о МИ-2, то каждый делает развороты по-разному. Правый, левый, это тоже имеет значение. Подровнялись, подровнялись экипажу. Очень интересная борьба. Сможет ли украинский экипаж сейчас навязать какую бы то ни было конкуренцию? Потому что очень-очень уверенно Елена Жуперина управляет сейчас этим небольшим красным вертолетом. Но, тем не менее, сделает она это очень эффектно, уверенно. И не хочет подпускать соперника. Очень близкие показатели. Давайте посмотрим, что же с постановкой. Быстро. Практически сходу. Быстро и четко. И фактически так же выполняет сейчас и украинский экипаж. Но не все получилось. Не все получилось у Микулы и Александры. Они проигрывают, они выбывают. Вот так покрутила, покрутила хвостовым винтом перед зрителями Елена. И отправилась ожидать своих соперников по стадии 1-2. У нас следующий экипаж. И здесь белорусские ребята. На Робинсон 44 Сотников Максим и Паджукас Олег. И наши ребята Витебские. Бугаев Владимир и Роганов Андрей. На нашей фирменной раскраске. Да, на самом деле и Сотников с Паджукасом, и Бугаев с Рогановым взяли медали на чемпионате мира. Ну, естественно, в разных дисциплинах. И очень хочется сейчас, чтобы эта дуэль была по-настоящему зрелищной. Потому как очень опытный российский экипаж. Многократные чемпионы мира. Ну, а наши ребята в этом году, если не ошибаюсь, первое золото взяли. И, ну, на таком подъеме, на таком эмоциональном, скажем, хорошем фоне должны сейчас дать бой. Да, совершенно верно. Наступают на пятки, как люди говорят, российскому экипажу. Опять-таки, Робинсон МИ-2. Жарко, душно и очень, как бы, облегчает то, что снята дверь. Вот честно. По своим ощущениям могу сказать. И посмотрите, как быстро, ну, как же здорово отрабатывает сейчас Олег Пауджукас. Он, именно он работает в качестве оператора в этом экипаже. Да, Сотников очень опытный пилот. Пилот, но здесь действительно очень четкая была постановка ведра на стол. И нужно сейчас нашим ребятам догонять. Нужно приближаться обязательно. И, смотрите, мне кажется, что сейчас ва-банк, ва-банк пойдут белорусские ребята. Будут рисковать. Будут рисковать, да. Будут идти вперед. Ну, риск, конечно, здесь связан не с тем, чтобы как-то небезопасно проходить дистанцию. Здесь риск связан именно с тем, чтобы, может быть, где-то быстрее, может быть, чуть на большей скорости что-то отработать. Ну, и просто уже, ну, повезет, не повезет, грубо говоря. Попадут, не попадут. И видите, что вырывается вперед белорусский экипаж. Вперед, и здесь, на самом деле, важны законы физики знать немножко, как будет действовать груз. Он идет вперед-назад, и важно оператору скоординировать свои действия. Подстраиваются, подстраиваются и операторы, и пилоты здесь под условия гонки. Ну, и посмотрите, поравнялись, поравнялись россияне и белорусы. Вот очень интересно, чем же сейчас эта борьба завершится. Ну, что там, по столу, как постановка у нас пройдет. Очень важный момент, ключевой момент. Хорошо отработали белорусы, но и российский экипаж тоже не оплошал. И, к сожалению, наши ребята выбывают из борьбы. Больше штрафных баллов было у них. Поздравляем, Сотникова. Ну, что ж, результаты. Результаты слалома в категории мастерсы. Из одной четвертой, к сожалению, выбывает единственный белорусский экипаж. Но дальше белорусские экипажи есть в развозке груза. И это одна четвертая финала в классе «Дженерал». Ну, если говорить по правилам прохождения площадки, три бочки, которые должны опустить фендер, так он называется правильно, на 4, 6 и 8 метров фал. И вот мы видим, что экипаж на МИ-2 не опускает ее сходу, хотя 4 метра фал достаточно легко опустить. И как бы вот первая бочка должна задавать, ну, как правило, задает темп в прохождении площадки. Ну и на самом деле экипаж на Робинсоне очень быстро проходит дистанцию. Все сходу получается. Ну, вот лишь на 8-метровой высоте чуть зависает для того, чтобы четко уже сбросить фал. И есть проблемы у российского экипажа. Это Виктор Каратаев, Владимир Зябликов противостоит. Ему Мария Мус и Якуб Малец. Ну и красный флаг. Видите, что, да, 10 баллов получили себе в плюс. 10 секунд, соответственно, российские ребята. И давайте смотреть второй, второй полет. Порядок прохождения бочек, опускания груза определяется на брифинге. Есть отличие в классике. Там у нас бочки А, Б, С. То есть они проходятся как бы по площадке. Первая, вторая, третья. Здесь же есть такой вариант, что вертолет может сначала третью пройти, потом вторую, потом первую. То есть здесь порядок определяется. Именно жеребьевкой. Здесь обратим внимание на то, что опоздал, опоздал польский экипаж. И в третью бочку, и затем в финишную, в первую, не сходу попадает. Ну и, соответственно, испытывает некоторые трудности. И третий, третий полет будет определяющим. Вот, наконец-таки, у нас трехраундное противостояние. И, соответственно, давайте посмотрим. Ну, как правильно говорят, нужно работать до последнего, до последней секунды, находясь в полете, потому как никогда не знаешь, как работают твои соперники. И видите, что сейчас вновь проблемы испытывает именно российский экипаж. Мария Мус справляется очень быстро. Ее оператор Якуб Малец. Очень опытные ребята. И сходу, сходу фактически все бойцы покоряют, зависают над последней, но умудряются попасть быстрее, нежели их соперники. И проходят следующую стадию. И Каратаев и Зябликов выбывают из борьбы и уступают место другим экипажам. Есть такая интересная и очень милая такая традиция, когда экипажи после выполнения упражнения благодарят друг друга, кланяются друг к другу. Это выглядит здорово. И следующая пара экипажей, обратив внимание на серый вертолет, там пилотом является Томас Моргенштерн. Трехкратный олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина. Да-да, это именно тот великий и ужасный Томас, который нагонял ужас и страх на своих соперников сначала на Олимпийских играх и на чемпионатах мира по зимним видам спорта. Ну а теперь участвует и очень неплохо выступает, надо сказать, и в вертолетном спорте. Его оператор Штефан Сир тоже помогает ему в покорении новых высот. И противостоит им российский экипаж Сергей Тупиков и Алексей Пентелин. Но, конечно, в плане опыта у российского экипажа куда больше налета и часов совместной работы. А это, конечно, принципиальная важность. Ну и видим, что на последней бочке у Моргенштерна возникают проблемы. Да, третья бочка на самом деле очень коварная, так как файл должен быть 8 метров. И здесь есть свои особенности. Может файл подхватить поток воздуха. И, да, вот мы видим, первая бочка не получилась. Касание. Касание о бочке строго судится. Ну и вот про 8-метровый файл. Очень сильно влияет сильный ветер. Если ветер поддувает, то фендер ведет себя абсолютно непредсказуемо. Рассказывают еще пилоты и операторы о том, что специально добавляют воду в фендер для того, чтобы он стал тяжелее и вел себя, ну скажем так, более послушно. Но здесь, видите, у обоих экипажей возникают проблемы с покорением последнего рубежа, скажем так. Но все-таки быстрее, быстрее справляет Сергей Тубиков, Алексей Пентелин и выбывает Томас Моргенштерн. Хотя, конечно, хотелось бы на олимпийского чемпиона еще несколько раз посмотреть. А у нас тем временем первое противостояние двух Робинсонов. И дальше у нас Ирина Диденко, Светлана Гумбатова и Марчин и Михаил Шампорский выступают. Очень интересное противостояние. Давайте наблюдать. Вот сходу попадают в первую бочку. Немножко перебрались с высотой. Возможно, сейчас посмотрим. Важно подойти на подходящей высоте. Иначе, если поступает команда вниз, то опять-таки груз, как мы называем его, балда, может разболтаться. И это приведет к зависанию над бочкой и к потере драгоценного времени. Ну и обращаем внимание, что как бы быстро не пролетел всю дистанцию экипаж Шампорских, все же удалось догнать девушкам российским. Но опять же, опять же, вот решающая стадия, решающий фактор, это именно сбрасывание груза. Оно чуть, ну не таким, скажем, быстрым эффектом получилось у женского экипажа. Но вторая стадия, второй раунд. Давайте смотреть. Сходу попадает в первую на четырехметровом фале. Потом добавляется еще два метра на шесть и еще два метра на восемь на третью бочку. И видим, сколько проигрывает снова женский экипаж. Все-таки аккуратно, аккуратно старается проходить. Но прекрасным дамам свойственны, скажем так, моменты сделать лучше, сделать качественнее. Ну и где-то, может быть, в скорости потерять. Поздравляем польский экипаж, благодарим женскую команду, российскую, Ирина и Светлана, молодцы. У них, кстати, огромная группа поддержки, которая вот в этот самый момент, когда экипажи приветствуют публику, там взорвалась на трибунах и была очень рада тому, что все-таки получилось неплохое выступление, пусть и не удалось выйти в следующий раунд. И вот здесь мы видим, стартер дает отмашку и два белорусских экипажа. Мачанский Алексей, Данченко, Антон на МИ-2 и Центер Александр, Стреенок, Владимир на Робинсон Р-44. Вот первая бочка и, в принципе, все практически, нет, не сходу попадает Робинсон Р-44. И мы видим красный флаг, это значит, что они коснулись балдой о бочку. Это дополнительные 10 секунд. Вот вторую бочку забрасывают практически одинаково, и все решит третья бочка на 8-метровом фале, самом, наверное, коварном. И здесь уже, наверное, нервы вступают в борьбу. Нервы вступают, да. Оба видят, что оба висят, и кто быстрее, кто быстрее забросит. Ну и быстрее справляется экипаж Александра Центера. Ну и на самом деле были красные флаги, были штрафные баллы, были штрафные секунды. И выигрывает, выигрывает в первом розыгрыше Алексей Мачанский, Антон Данченко. И второй полет. И мы видим такую нестандартную ситуацию, и очень сложно понять, как вообще в такой ситуации поступать, потому что такое бывает крайне редко. Зацепился за лыжу, фал. Вот. Ну, молодцы, они стараются что-то делать, как-то бороться дальше, проходить. Правда, в классике на чемпионате мира был такой случай у одного экипажа. Также зацепился за лыжу, но там были большие махи. Здесь же, я так поняла, они ударили о стойку входных ворот. Вот. Груз пошел назад и зацепился. Но продолжают. Да, молодцы. Не сдаются. Нужно поработать еще на двух бочках. А тем временем экипаж Алексея Мачанского и Антона Данченко уже дистанцию прошел. Ну и здесь, да, к сожалению, наверное, какая-то, какой-то степень невезения. Да, совершенно верно. Это было. И, конечно, спасибо экипажу за то, что они продолжили соревноваться, потому что, все-таки, зрелищный вид. Зрители хотят видеть красоту и эффектные полеты. Ну, вот и зависают над последней бочкой в том числе и сбрасывают уже мимо. Ну, понятно, что дуэль проиграна, и в следующий раунд отправляется Алексей и Антон, которые приветствуют публику и благодарят своих соперников за хорошую борьбу. Ну что ж, вот она генеральная классификация. Дженерал, развозка грузов, одна четвертая. И следующий вид программы, который мы с вами будем наблюдать, это категория Мастерс. Тоже, разводка грузов, стадия одной и четвертой. Здесь могут принимать участие экипажи, независимо от того, какое место они заняли в общем зачете прошлого сезона. И на площадке мы наблюдаем два МИ-2. Экипажи из России Дегтяль Виктор и Васильев Петр. И белорусский экипаж Мачанский Алексей и Данченко Антон. Надо сказать, что в категории Мастерс ничего не меняется в плане условий, как и в категории Дженерал. Тот же самый вес фендера, та же самая высота фала, бочка высотой метр двадцать, в которую нужно попасть. Мы видим, что белорусский экипаж немножко зависает на второй бочке, но на третьей, уже на самой сложной высоте, не все получается у экипажа из России. И вот сходу, наверное, хотелось бы сейчас Антону Данченко опустить фендер в бочку, но не срослось с первого раза. И второй тур, второй тур мы сейчас будем наблюдать этого противостояния. В первом белорусы уступили. Так, входные ворота. Первая бочка задает тон. Попадает сходы, причем получается так синхронно. Дальше будет сложнее. Фал на шесть метров. И вторая бочка. Дегтярь с Васильевым попадает первыми. Наши немножко отстают. Но впереди третья. Кстати, Дегтярь, Дегтярь Виктор и Васильев Петр, мы их ласково называем Дегтярией. Ну, они тоже экипаж, который уже давно на слуху и видели, как сходу, как сходу. Они здорово отработали последний этап на последней бочке. Ну, просто потрясающе все сделали и не оставили шансов белорусским ребятам. Но ничего, наши ребята еще в дженерале поборются. А следующий экипаж, один и второй выступает на Робинсоне. И это все российский экипаж. И мы видим, что на Робинсоне зеленом выступает Юрий Яблоков. И по Донецану Константин на белом. Андрей Орехов и Вадим Сазонов. И вот вторая бочка. И Юрию Яблокову, да, справляется быстрее. Яблоков здесь уже выбил опытных, маститых, конкурентов из борьбы. Ну, и теперь ему противостоит тоже не менее серьезный соперник. Но, видимо, что по первой части, по первому полету, конечно, у Яблокова больших проблем с прохождением трассы не было. Чем ответит соперник во втором полете? Вот первая бочка и синхронно. Синхронно, красиво. Техника, в принципе, выполнение у них достаточно одинаково. Вот красиво и синхронно, но Юрий и Константин на зеленом вертолете более как-то агрессивно летают. И, ну, честно сказать, красиво. Мы вот давно наблюдаем наши белорусские команды, как они летают. И чему-то стараемся у них научиться. Ну, и обратим внимание, как быстро, сходу справляется экипаж Яблокова и Подоницына с поставленной задачей еще от одного экипажа на этой стадии избавиться. Ну, а дальше, ну, а дальше вновь россияне вступают в борьбу против белорусских ребят. И вновь Робинсон против МИ-2. На МИ-2 у нас Никита Лаптев и Владислав Курс дважды бронзовые призеры этого чемпионата мира. Ну, а противостоят им Ирина Диденко и Светлана Гумбатова. На самом деле слаженно работает этот экипаж. И сейчас мы в этом убедимся. Девушкам говорят, иногда можно уступить, но уступить именно вертолетном спорте можно место в ангаре на ночевку вертолета, но ни в коем случае не на трассе. Итак, впереди третья бочка. И мы видим, что не сходу опускает Никита с Владом. Вот они попадают первыми. Но совсем немного времени. Буквально там секунда 42,7 потратили Никита и Владислав, 43,8 на то, чтобы опустить груз Ирина и Светлана. И вот все так было плотненько. Давайте посмотрим на второй полет. Очень интересно, как сейчас девушки будут сражаться. Они свои ошибки должны учесть обязательно. Но на первой бочке поднимают флаг. Видимо, было касание. Идут синхронно. Очень хочется, чтобы наши ребята продолжили борьбу. И у них получается со второй бочкой совладать. Опять касание. Касание бочки, касание земли. Это еще больше штрафы. И здесь все понятно. Наши ребята справляются. Ну, а российским девушкам большое спасибо за борьбу. Они очень здорово поработали в первом полете. Но во втором уже, наверное, где-то и нервы помешали им отработать чисто и четко. Отправляются они на стоянку. Но экипаж белорусский приветствует публику. И последний, последний раунд здесь на стадии одной четвертой. Сергей Тупиков, Алексей Пентелин, Елена Жуперина, Николай Родионов. Не получается у Елены забросить сходу первую бочку. Видимо, будет касание и штраф. Да, совершенно верно. Поднимает красный флаг. Это значит плюс 10 секунд ко времени. И догоняет, догоняет Робинсон. Ну, и уже к середине соревновательной части мы с вами понимаем, что уже и вертолеты-то нагрелись как серьезно. Жарко там и пилотам. Это, конечно, тоже влияет и на операторов. Но вот кто с открытой дверью работает, тем, наверное, немножко полегче. Вероятно перенервничали. Третью бочку высоко заходит. Ну, и, конечно, выигрывает Сергей Тупиков и Алексей Пентелин. Вторая попытка. Ирина Жуперина сейчас будет стараться догонять и максимально быстро работать. Но четко и слаженно здесь должен сыграть ее партнер по экипажу. И быстрее, быстрее проходят они первую бочку. Посмотрите, какая борьба у нас завязалась. Очень-очень хочется этому смешанному экипажу навязать борьбу и в трехраундное противостояние борьбу перевести. Все будет решаться здесь. И попадает с первого раза экипаж на Робинсоне, а Ми-2 делает все быстрее. Благодарим, благодарим Елену и Николая. И отправляем их на стоянку. Следующий раунд нас с вами ожидает. Это будет уже одна-вторая финала. После одной-второй, соответственно, поединки за третье место и за победу. Ну что ж, переходим к слалому. Возвращаемся к дженералу в этом виде программы. И это одна-вторая. Здесь начнем с выступлений белорусского экипажа Владимира Бугаева и Андрея Роганова. Им противостоит Сергей Тупиков и Алексей Пентелин. Оба экипажа выступают на Ми-2. И очень интересно, смогут ли белорусские парни сейчас показать класс. Вновь у нас ведерко с водой. Вновь ворота, которые нужно пройти, не расплескав воду. Посмотрите, ошибается. Есть ощущение, немножечко ошибается. Здесь экипаж из России. И быстрее, быстрее чуть работает именно... Да, Владимир с Андреем быстрее обгоняют. Но, в принципе, не удивительно. Очень хороший экипаж. Наши витебские ребята. И, наверное, дать должное нашему тренеру Грищенко Александру, которому научил, научил всему этому. Вот они прошли шестые ворота, ворота седьмые. Но там, на самом деле, по воде, по воде есть вопросы. Очень сильно колышется ведро. Будет ли штраф? Осталось понять. Но посмотрите, как аккуратно сейчас старается работать, чтобы там ни в коем случае не зацепить рамки, не зацепить сами стойки. И опаздывает, опаздывает российский экипаж. Не успевает он за белорусским. Постановка ведра сходу не получилась. Но аккуратненько поставили ведро. Быстрее, чем российский экипаж. Но ведь как много времени проиграли россияне. Более того, у россиян будет штраф за касание стола. Видим, что не с первой попытки получилось установить. И второй, второй полет. Здесь нужно очень хладнокровно подойти к прохождению дистанции, для того, чтобы не уступить. И не расплескать. Да, очень много драгоценную воду, да. Очень много фатеров, которые влияют на итоговое положение дел в таблице. А это, между прочим, борьба за выход в финал. Борьба за розыгрыш медалей. И вот та команда, которая сейчас выигрывает, проходит в финал. Проигравшие будут бороться за бронзу. Очень хороший темп показывают наши белорусские ребята, витебские. И уже в обратном направлении начинают двигаться, пока российский экипаж еще к последним воротам только подлетает. Махи большие, но, однако, мы можем убедить, что все четко проходится по направлению и по высоте. И постановка ведра сейчас нас ожидает. Да, здесь важно не замешкаться. Красный флаг получит 10 секунд штрафа за касание россиянина. Но и у белорусов в первого раза не получается поставить ведерко. Но все равно запас времени был. Запас времени был, да. Посмотрим, как сейчас справится с поставленной задачей экипаж Сергея Тупикова. Вот у них тоже не сразу все получается. И много времени они получают штрафного. И проигрывают, проигрывают порядка 30 баллов белорусскому экипажу, который выходит в финал. Поздравляем вас с тем, что белорусы претендуют на высшие награды в Слаломе в Дженерале. И давайте смотреть за следующими экипажами. Здесь Россия и Украина. Виктор Каратаев, Владимир Зябликов, Микола Диригус и Александр Довженко. Аккуратно, осторожно проходят первые ворота. Все аккуратно. Но, как мы можем наблюдать, по-моему, украинский экипаж обгоняет. Да, сейчас зацепил украинский экипаж стойку. Хочется отметить, что сейчас на чемпионате и на гонках по жеребьевке выбирается направление прохождения ворот, как для классического, так и для гоночного варианта Слалома. Раньше как-то было по другому направлению. То есть проходились все прямые ворота. И это добавляло скорости. Ну, здесь, наверное, уже больше добавляет зрелищность. То, что вертолеты вертятся, крутятся, пытаются. Как будто танцуют. Да, подобрать траекторию, как стрекозки. Они сейчас над летным полем. Ну, и видите, что не все получается. Далеко не все у российского экипажа. Они зацепили сразу несколько стоек. Получат обязательно штраф за это. Но украинцы так сходу очень четко поставили на 100 ведро. Россияне тут мало того, что не сходу, так еще и распискали. Уронили ведро. Уронили, да. А значит, минус 100. Минус 100 баллов и плюс 100 секунд. Ну, касание стоек ворот не судится. Как говорится, наказывают сами себя. Коснули стойки, расплескали ведро. Вот и все наказание. Плюс, то есть, можно получить штраф по воде. Ну, и вторая попытка. Очень нужно сейчас проходить четко и быстро для того, чтобы обойти украинский экипаж Виктору Каратаеву и Владимиру Зябликову. Но пока они опять отстают. Видим, что параллельного полета у нас не получается. Но приближается, приближается к своим соперникам. Здесь немножко разболталось груз, разболталось ведро у украинского экипажа. Нужно стабилизировать его для того, чтобы воду не расплескать. На самом деле, так достаточно опасно и трудна работа судей в этом элементе соревнований. Да, опасно. Поэтому судьи ходят в касках, потому что бывает, что непредсказуемо ведро ведет. Ведро себя ведет, да, и можно получить. И финальный отрезок. Вырывается вперед украинский экипаж. Он продолжает уверенно лидировать. И россияне, россияне на стол выходят достаточно большой скорости. А здесь украинцы с первого раза тоже не попадают. Но ставят ведро, сбрасывают фал и ожидают своих соперников по следующему раунду. Россиянам не удалось. Каратаев и Зябриков в турнир покидают. Но, но, есть еще шанс побороться за третье место. Вот в финал не попали, но третье место еще может быть у них в кармане. Ну и вот сразу же мы с вами приступаем к просмотру разборок за бронзовые награды. И здесь Каратаев, Зябриков, Тупиков и Пентелин. Каратаев у нас чуть ближе. Вот у него 19 номер. На вертолете 13 номер у Сергея Тупикова. И давайте посмотрим. Пока все очень синхронно, пока все очень близко и ровненько проходят дистанцию оба вертолета. Но здесь есть множество нюансов, которые могут им помешать. Да, стоит отметить, что все площадки в вертолетном спорте разбиваются против ветра. И в Слаломе есть такая особенность, что если вертолет до шестых ворот летит против ветра, то затем он разворачивается и тогда ветер дует ему как бы, как мы говорим, фост. Это может при сильных порывах ветра помешать достичь каких-то хороших результатов. Ну и на самом деле да, баланс ведерка, баланс груза может тоже из-за этого, ну скажем, быть не в самом хорошем состоянии и не попадать или в ворот, или естественно на стол может не попасть, а все это очень важно. Это ключевые моменты в вертолетных и Слаломе классическом и вертолетных гонках. Ну и мы обращаем внимание, что достаточно близко друг к другу продолжают этот первый полет оба экипажа. Ну и по постановке, по постановке обратим внимание на то, что у Тупикова и Пентелина получилось чуть медленнее, чуть медленнее и второй полет. Второй полет нас с вами ожидает, но все было достаточно близко и интересно, если сейчас так же плотно будет проходить борьба, то опять же именно постановка решит все в борьбе за третье место. Смотрим. Вот опять они синхронно, как будто вот танцуют. Здесь синхронность также за счет того, что с одной и той же стороны вертолеты подлетают к воротам, да. С правой стороны в Ми-2 сидит у нас оператор и соответственно нужно с определенной стороны заходить и на ворота и на стол экипажем. С Робинсонами, конечно, такой синхронности не получится. Так, разворот. Разболтали немножко ведро. Сейчас задача успокоить его. Чуть запаздывает Каратаев, но у него менее шаткое получается прохождение ворот. То есть стабилен фал и соответственно ведро не болтается. Итак, выход на стол. Последние ворота. Чуть быстрее идет Виктор Каратаев. Но с первой попытки не получается поставить ведро. Но расплескали немного воды. Расплескали воду Тубиков и Пентелин. Получают штраф. И несмотря на то, что быстрее завершили свою программу, выбывают и становятся четвертыми. А у нас финал. И в этом финале мы болеем за белорусский экипаж, который противостоит украинцам Микола и Александру. Ну а у нас Владимир Бугаев, Андрей Роганов. Чемпионы мира в этом сезоне, которые показали, на что способны. Сейчас будут стараться на бело-сине-красном вертолете, который находится ближе к нам, покорить. Покорить в этом противостоянии стихию и ветер, который там разбушевался. Такой ветер серьезный поднялся на аэродроме Боровая. Теперь не так просто экипажем. Если с утра светило яркое солнце и было достаточно все спокойно, то теперь есть небольшие точки. И поднялся ветер, который сейчас им будет мешать. Давайте смотреть. Вырывается вперед белорусский экипаж. И достаточно серьезное преимущество он имеет. Спокойно. Спасибо, спокойно. Но зацепили немножко, но не разлили. Да, за счет того, что спокойно проходит, даже вот это касание, этот контакт не помешал им проходить четко и без потери воды. И зависают. Очень опасно на край. Да, важно не уронить ведро. За это сразу 100 штрафных очков. За то, что вся вода разливается. А вот здесь касание стола. И получает штрафные баллы украинский экипаж. Давайте смотреть второй, второй полет. У нас впереди пока белорусский экипаж. Болеем за своих, разумеется. И так опускают ведро в бочку с водой, набирают. Эти драгоценные капельки. Да, там есть специальные дырочки диаметром в один сантиметр для того, чтобы лишнее просто сбросить. Но вот больше, чем положено, расплескивать ни в коем случае нельзя. И хочется отметить наши ребята Владислав Курс и Андрея Роганова. Мы называем, ну они не обижаются уже, конечно. Называем наши длиннорукие. Потому что на самом деле это, наверное, преимущество оператора высокого роста. Вы можете наблюдать, как он пускает руку вниз. И это дополнительный метр вниз, он может управлять ведром. То есть ему не нужно подавать команды летчику, команда вниз. То есть эта команда приведет, возможно, к расшатыванию груза. Да, ну и плюс, учитываем работу на малой высоте. Это, конечно, тоже для вертолета достаточно сложные элементы. Особенно для таких больших машин, как Ми-2. Ну и, естественно, здесь все должно быть очень четко, очень быстро. И потери времени должна минимизироваться. Ну и мы поздравляем белорусский экипаж, который удержал, удержал ведерко. И выигрывает, выигрывает это противостояние. И получает золотые медали. Молодцы наши ребята. Поздравляем. Владимир Бугаев, Андрей Роганов, еще одно золото. Еще одно. И украинский экипаж остается вторым. Россияне на третьем месте. И мы возвращаемся к развозке грузов. У нас одна вторая финала. Давайте будем смотреть, как поборется российский экипаж. Сергей Тупиков, Алексей Пентелин. И польский экипаж Мария Мус. И Якуб Малец. Очень агрессивно и достаточно быстро начинает свой полет российский экипаж. Вот он сходу, сходу, обратите внимание, попадает в первую бочку. Возникают проблемы. Мария немножко замешкалась там на первой бочке. Да, возникает проблема у поляков. Давайте смотреть дальше. Как говорится, задает темп на первой бочке. И если пройти ее хорошо и слаженно, то дальше как-то у экипажа, я не знаю, настроение что ли, боевое сохраняется. На самом деле, да. Потому что если потерять концентрацию сразу же, то потом и дальше все пройдет, наверное, не самым гладким образом. Но мы смотрим, что пытается Мария Мус догнать. И рискуя здесь быстрее выйти на очередную бочку, теряет груз и, соответственно, получает больше 100 баллов штрафа. И будет пытаться сейчас во второй части полета себя оправдать, реабилитироваться. Достаточно быстро попадает в первую бочку. Смотрим дальше. Все-таки чуть быстрее россияне. Успокаивает груз. Да, россияне быстрее, совершенно верно. Здесь важно, перед второй бочкой важно успокоить вовремя груз, чтобы сходу попасть. Ну и, видимо, догоняет, догоняет Мария Мус. Она пытается сходу опустить. Но вот сейчас, если бы опустила сходу груз, точно бы выиграла этот раунд. А так... Да, риски. Да, эти риски связаны с тем, что можно просто потерять груз и опустить его на землю. Это тоже штрафы. Ну и покидает Мария Мус и Якуб Малец турнир, выбывая на стадии 1-2. Будут бороться за третье место. А у нас, тем временем, поиски экипаж вновь. Мархин и Михаил Шамборский против Алексея Антона на вертолете Ми-2. Давайте смотреть, как здесь будут работать белорусские парни. Очень четко. Молодцы, очень четко попали, на самом деле, да. У поляков возникают трудности. Все тот же желтенький Робинсон. Все та же высота. Вот на шести метрах у них не все сложилось так, как нужно было. И последние бочки, они подлетают. Достаточно высоко находят бочки. И не, как мы говорим, не долетели. Здесь вот по сантиметру подобраться к бочке уже достаточно сложнее. Сложно, да, надо успокоить груз, успеть. И второй полет. Первый остался за Алексеем и Антоном. Пожелаем им удачи во втором раунде. И пожелаем им выбраться в финал. Очень хорошо на первой бочке. Со второй у поляков возникают небольшие, но все-таки, трудности. Опять же напомним, насколько опытный пилот у поляков Марчин Шамборский, совершив кругосветку год назад. Он не участвовал, кстати, в различных турнирах. Ни на этапах Кубка мира не выступал, ни на открытых первенствах других стран. Потому что готовился, готовился и выполнял кругосветное путешествие. Это было не так просто, как он рассчитывал. Но у него тогда все получилось. И сегодня он вынужден уступить. Ведь гостеприимное белорусское небо все-таки благоволит именно своим пилотам. И мы поздравляем Алексея и Антона с выходом в финал, где они встретятся с россиянами. Очень серьезные соперники их ожидают. Но давайте пока посмотрим борьбу за третье место, где два польских экипажа на двух желтых Робинсонах будут выступать. Вот как раз таки интересно. Мы с вами уже такие парные танцы наблюдали в исполнении Ми-2. Давайте посмотрим, что нам сейчас покажут Робинсоны. Красный флаг поднимается. Это значит, что дальний экипаж коснулся бочкой. Да. Здесь вновь касание. Зависает. Зависает экипаж смешанный. И последняя бочка. Опять-таки коварная 8-метровый фал. Здесь фактически рядышком. Но Марчин и Михал получат штрафные баллы за касание. И все будет решаться. Давайте посмотрим во втором или же в третьем раунде. Очень эффектные планы нам предлагают. С непосредственно с борта вертолета камеры специально установлены для того, чтобы нам в динамике наблюдать было еще интереснее. Такая установка камер очень помогает в тренировках. Мы стараемся установить в разное положение камеры. Затем на разборе полетов обсуждаем, обговариваем ошибки и стараемся их исправить. Ну и сейчас вот на последней бочке зависли вновь два Робинсона. Но здесь у нас победу. Победу одерживает Марчин Шамборский и его напарник. И третий раунд. Третий раунд. Необходимо сейчас понять, кто же будет первым. Важно сейчас с Марией совладать своими эмоциями, поскольку видим, что она чуть замешкалась опять на первой бочке. Нервничает, нервничает Мария. Видно. Да, все-таки эмоции тоже. Нужно уметь усмирить не только груз, не только вертолет. Да, это одно из самых сложных. Ну и вырывается вперед. Вырывается вперед Мария и Якуб. Давайте посмотрим. Тут все решается на последней бочке. Очень старается Марчин сейчас удержать вертолет ровно над бочкой. Но Мария, Мария все-таки опустила груз первый. И она становится бронзовым призером. Молодец. Тут, кстати, оба экипажа получили по 10 штрафных баллов. Благодаря друг друга это было действительно красиво. Но нас с вами интересует в первую очередь, конечно, финал. Это развозка груза. Классификация «Дженерал» из 10. Алексей и Антон из Беларуси, из Минского клуба ДСААФ будут противостоять опытным, известным Сергею Алексею из России. И вот мы видим, как Сергей Тупиков и Алексей Пентелин выдергивают груз из бочки. Тем самым идет большой мах, и его сложно успокоить. Ну и вот эта разбалансировка груза, она может привести, конечно, потом к потере драгоценных секунд. Но мы смотрим, как здорово все получается у российского экипажа. Даже несмотря на этот самый мах, опаздывают, опаздывают чуть наши ребята. Ну и эту дуэль пока, микродуэль, скажем так, они проигрывают. Еще один шанс для того, чтобы сравнять счеты у наших ребят есть. Давайте посмотрим внимательно, что они будут делать во втором полете. Потому как, ну, нужно сейчас сделать небольшие выводы, поработать над своими ошибками и пытаться, пытаться выйти вперед. Давайте смотреть. Те же экипажи перед нами. Первая бочка поднимаются на 6 метров. И достаточно синхронно все это происходит. Сходу здорово получается у россиян и у белоруса. Да, здорово. Тоже очень хорошо, но по-прежнему, по-прежнему, как и в первом полете, чуть впереди экипаж из России. Ну а здесь... Вот он, этот ключевой момент. Быстрее, быстрее белорусы. А значит, счет становится 1-1. И вот она решающая третья часть финального полета. И давайте пожелаем нашим мужчинам удачи. Первая бочка. Синхронно. Как с этого плана-то эффектно все выглядит. Кажется, да, что вертолеты друг от друга далеко. На самом деле они близко друг к другу. Между площадками всего 30 метров. Возвращается, возвращается Алексей Антон к третьей бочке. Чуть быстрее над ней зависают россияне, но сходу не попадают. А что же белорусы? Тоже зависают. И молодцы! Браво! Браво, ребята! Здесь, конечно, пришлось поволноваться. Ведь первым подлетел к бочке именно российский вертолет. Алексей Мачанский, Антон Данченко побеждают в развозке грузов в классификации «Дженералс». Ну и давайте посмотрим, что же нас ожидает дальше. Дальше у нас класс «Мастерс» и это с «Лалом». С «Лалом» одна-вторая. Вновь мы вернулись к преодолению ворот с ведерком, в котором набрана вода и два российских экипажа. Это Яблоков и Подойницын, и Дегтярь и Васильев. Вновь у нас схлестнули здесь в борьбе за выход в финал «Робинсон» и «Медва». Ну и опять же видим, как быстро, агрессивно и четко с холодной головой проходят Юрий Яблоков и Константин Подойницын первую часть, первая ворота. Не проход ворот, красный флаг. Да, и разлили воду здесь. Не разливает воду. Очень много воды разлили. Будут штрафы. Нервничают, нервничают, видно. Очень хочется в финал и тем, и другим. Ну что ж, чуть быстрее, чуть быстрее «Робинсон». Старается компенсировать разлитую воду. Да, ну хотя бы секундами, хотя бы секундами. Ну и быстрее, быстрее проходит, очевидно, «Робинсон». Этот участок перед столом, но еще постановка нас ожидает. Очень быстро, очень четко отработали Юрий и Константин. Ну и не все получается так же четко и быстро у Виктора и Петра. Ну что ж, второй полет. Первый остается за Яблоковым и Подойницыным. Там, несмотря на штрафы, у них получилось все-таки чуть меньше штрафных баллов, нежели у соперника. Давайте смотреть по второму полету, что будет. У «Робинсон» есть такая особенность. Вы можете заметить, что фал находится то перед лыжей, то как бы за лыжей. То есть у них еще нужно уметь переложить фал туда-обратно. Но Яблоков Подойницын умеют. Это видно сразу. Да, и опять же вернемся к тому, что главной деталью вертолета все-таки является пилот. И главной деталью прохождения дистанции является оператор. Да, да, совершенно верно. Поэтому вот те какие-то нюансы, которые есть у «Робинсона», у «Ми-2», они уравновешиваются. И, в принципе, несмотря на разность этих вертолетов, а у них очень много отличий, в принципе, все это взаимокомпенсируется. И они на равных конкурируют друг с другом. По крайней мере, пока. Пока новых модификаций не придумали. Но вот что касается «Робинсона», еще могут придумать новые модификации. А «Ми-2» уже в 92-м, по-моему, году или в 95-м с производства сняли. И в этот сам момент касается ведерко стола. И останавливается российский экипаж под управлением Юрия Яблокова. И останавливается в шаге от победы. Они проходят в финал. Они молодцы. Очень быстро, очень четко и без штрафа. Все отработали. Ну а кто же им будет противостоять в финале, узнаем прямо сейчас. И у нас два российских экипажа. Это Елена Жуперина и Николай Родионов на красном вертолете. И Максим Сотников, Олег Паджукас. Хочется отметить, что опыта больше все-таки у Сотникова и Паджукаса. Но и в целом слаженность экипажа Жуперина и Родионова мы уже успели оценить. Так что давайте понаблюдаем за тем, как два «Робинсона» здесь проходят дистанцию. Ну да, конечно, вот рядом с ними находиться, стоять прямо под лопастями вертолета достаточно страшно. Еще если, не дай бог, не заметить где-то это ведерко, которое раскачивается вправо-влево, вперед-назад, можно и получить. Да, и безопасность судьи здесь тоже превыше всего. Потому как, ну, зрители достаточно далеко находятся. Ну, а судьям приходится, вот видите, приседать. Вырятаться. Уворачиваться, да. Понимая, что все-таки зубы хотелось бы сохранить в целости и сохранности. Итак, у нас не прошел, не прошел с первой попытки Сотников свои ворота. Это позволило вырваться вперед Максиму. Но и у Елены... Просвещение Елене и Николаю. Да, и у Елены с Николаем тоже был непроход ворот. Поднимали красный флаг. Ну и здесь разливают воду. Плюс вода, да, вода разлита. А Сотников своим напарникам все делают максимально четко и выигрывают этот раунд. Второй полет. Второй полет, что нам предложат экипажи. Борьба за выход в финал. Борьба за попадание под массированную атаку Яблокова и Подоницына. Очень сильно разболталось ведро. Приходится крутиться, вертеться. Проходит вертолетом. Да, есть такие моменты, когда приходится проносить ведро именно вертолетом. А какие команды в этот момент дает оператор-пилоту? Ну, у каждого команды свои. И кто-то говорит, пронеси меня. Ну, так и говорят, в принципе. Потому что это является в основном нестандартной ситуацией, когда приходится именно бортом проносить. Ну, тут важно понимание. Да, то, что пришло в голову, то и говорят. И, насколько я понял, летчик-оператор тоже важно. Ну, и мы обращаем внимание, что быстрее, все-таки быстрее идет Сотников в этом полете. И давайте посмотрим на постановку. Разболтали немножко ведро. Тяжело это будет. Попадают, а Сотников тоже не с первой попытки, но достаточно быстро. И побеждает он, отправляя Елену Жуперину и Николая Родионова в борьбу за третье место, где они совсем скоро встретятся с своими соперниками Виктором и Петром. Давайте посмотрим за борьбой. За борьбой за третье место. Но здесь Робинсон против МИ-2. Вновь это противостояние. Робинсон не только легче, не только маневреннее, но и проще во обслуживании, в эксплуатации. Да и дешевле, наверное, тоже можно и об этом сказать. Но и, наверное, чуть меньше диапазон может выполнять вертолет Робинсон в плане каких-то таких прикладных нужд. То есть поисково-спасательные работы на нем, конечно, тоже могут вестись. Но, наверное, не с той эффективностью, с которой их выполняет МИ-2. Ну да, тут обзор, хороший обзор у Робинсона. Да, это помогает при поисково-спасательных операциях. Тем не менее, МИ-2, наверное, лучше не придумаешь для учебно-тренировочного вертолета. На нем обучают курсантов, спортсменов. Ну и на нем еще можно грузы перевозить. У него грузоподъемник чуть больше и вне фюзеляжа, и непосредственно внутри. По-моему, до трех раненых на носилках можно поместить в этот вертолет. И, соответственно, таким образом даже в медицинских целях, в спасательных использовать МИ-2, чем похвастаться Робинсон не может. Но сейчас мы с вами непосредственно спортивную часть наблюдаем. Мы обращаем внимание, что подровнялись, подровнялись экипажи. И вот здесь опять при выходе на постановку ведра все очень плотно. И смотрим за МИ-2. И обращаем внимание, что быстрее постановку совершил Виктор и Петр. Но у них из-за того, что расплескали они воду, будут штрафные секунды. И они проигрывают, проигрывают первый раунд. Давайте посмотрим. Это должно придать такую уверенность Елене и Николаю. Они все делают достаточно уверенно, спокойно. И обходят, пока обходят по скорости своих соперников. И вот здесь небольшой ветерок. Я думаю, он сильно мешать не должен. Пригинается Сузи. Да, тоже. Обращаем внимание не только на вертолеты, но и на все, что происходит вокруг. Впереди, впереди экипаж на Робинсоне. Отходит на шестых воротах. Как правило, на них либо отстают, либо догоняют. Именно вот на шестых. Мы видим, что все ближе и ближе к финишному отрезку. Все ближе к постановке становится экипаж на Робинсоне. 1-0 в пользу красного вертолета. И сейчас очень важный момент, ключевой момент. Сможет ли, сможет ли Виктор и Петр что-то противопоставить здесь именно в решающем стадии. В решающей стадии. Перестраховываются, но все делают быстро и четко. Поздравляем Елену и Николая с завоеванием бронзовых наград. Это категория Мастерс. С лалом. Ну и решающая стадия. Финал. Финал. Мы с вами прямо сейчас будем наблюдать. Итак, у нас два Робинсона. Юрий Яблоков, Константин Подоницын и Максим Сотников, Олег Паджугас. Очень интересно, конечно, их противостояние. Экипажи опытные. Экипажи много лет выступают друг с другом. То есть слаженности и взаимодействия сомнений не вызывает. Плюс класс вертолетов абсолютно одинаковый. Здесь, конечно, будут играть роль нервы. Посмотрите, какой мах сильный. Это Сотников. Фет Сотников совершил. Смотрим дальше. На развороте может быть, кстати, ключевой момент на шестых воротах. Да, здесь можно нагнать немножко за счет быстрого разворота. Но пока кажется, что Сотников за счет такой разбалансировки проигрывает. Приходится больше времени тратить на прохождение ворот. И очень здорово. Фактически вплотную к земле сейчас проходил экипаж Константина и Юрия. Очень близко все. Здесь земли касаться тоже нельзя. Но как же четко работают. Прям где удаешься. Ты прям с хода поставили. Красиво очень. Да, на самом деле. Постановка. Такая постановка действительно мастерс. Как по учебнику, да. Вот не зря называют категорию мастерс. Итак, ну за явным преимуществом Яблоко выигрывает первый раунд. Давайте посмотрим, что же было во втором. Как сейчас? Как сейчас? Справятся ли Сотников и Пауджукас? Они выходят вперед. Они решили агрессивную тактику избирать. Проходят третьи ворота. Это будут четвертые. Кстати, проходятся они прямо. Пятые тоже прямо. И сейчас будут шестые, которые проходятся в обратном направлении. И кто же здесь первый? Есть ощущение, что чуть впереди Яблоков. Да, да, да. Совершенно верно. Здесь действительно Яблоков выходит вперед. Приходится чуть-чуть подтормаживать. Здесь приседать. Такое чувство, что синему вертолету для того, чтобы ровно пустить между стоек ведро. И все ближе, все ближе к своим золотым наградам становится Юрий и Константин. Постановка. Здесь только четко поставить. Да. Быстрее. Быстрее это получилось сделать у экипажа на зеленом вертолете. И поздравляем с победой. Поздравляем с победой Юрия и Константина. Браво. Браво. И мы переходим к разводске грузов. Одна вторая финала. Класс Мастерс. И на площадке у нас два российских экипажа. Виктор Адиктиарь, Петр Васильев, Юрий Яблоков, Константин Подоницин. Обратим внимание, что Юрий Яблоков и Константин Подоницин вот только-только завершили свое выступление в одном классе. И уже теперь готовы вступить в борьбу за медали в категории Мастерс. Посмотрим, удастся ли им это сделать. В принципе, для них, я думаю, ничего сложного быть не должно. Тем более, зависает, зависает там на одной из бочек Виктор и Петр. И уверенно справляются с поставленной задачей. Хотя давайте подождем. Здесь вот с последней... Все же первые, да. С последней бочкой возникли некоторые затруднения. Но недолго, недолго все это было. И давайте смотреть второй полет. Нужно здесь постараться. Постараться Виктору и Петру для того, чтобы своих соперников превзойти. Первая бочка синхронно, быстро. Здесь ускоряются, выпускают фал еще на два метра вниз. Практически синхронно. Обратите внимание, как низко работают вертолеты. Робинсон в этом плане немножко проще. Он легче. Да, очень важно, важно соблюдать высоту. И быстрее, быстрее получается у Виктора справиться с вторым этапом, со второй бочкой. И здесь нужно быстрее все делать. Браво! Ну как же здорово! Как же здорово! Казалось бы, такое преимущество у Яблокова после первого полета. Но в конкурентной борьбе, в острой борьбе за счет двух полетов умудрились здесь не только сократить отставание, но и выйти вперед. Поздравляем! В финал проходят Виктор и Петр. А у нас следующий полет. И здесь белорусский экипаж Никита и Владислав против Тубикова и Пентелина на вертолете Ми-2. Здесь быстрее работают россияне. Так издалека, если смотреть, даже может показаться, что вертолеты-то и очень похожи друг на друга по окраске, но нет. Ну да, немножко разное. Что-то есть. Что-то есть. Общее, но здесь коснулись. Касание, да. И, соответственно, 10 штрафных баллов проигрывают наши парни первый раунд. Во втором нужно поднажать. Возможно, где-то даже рискнуть. Может быть, сходу отпустить груз. Тем более, видимо, не сразу это получается сделать у экипажа из России. Но все-таки быстрее. Быстрее работают наши соперники. Никита и Влад молодцы. Быстрее чуть-чуть. На втором отрезке догоняют. И давайте смотреть, вот здесь, если получится с первой попытки, все получается. Молодцы. Но обратим внимание, что было касание и дождемся официальной графики. Да, красный флаг плюс 10 секунд. И это преимущество нам не позволяет быть первыми. Сравнять счет и отправляется наш экипаж в борьбу за третье место. Ну что ж, давайте посмотрим, как сейчас Лаптев и Курс будут сражаться с Яблоковым и Подоницыным. Вот вновь Мидуай Робинсон на трассе. Очень агрессивные полеты в исполнении Яблокова мы уже наблюдали. И сейчас ребята должны это учесть. Учесть и действовать очень быстро и хладнокровно для того, чтобы соперника догнать. Быстрый Яблоков, но старается не уступать наш экипаж. И давайте посмотрим выход на последнюю бочку. Сходу не получилось, но здесь все-таки наверняка будут быстрее. Быстрее соперники на зеленом вертолете все же были чуть более точными в попадании в последнюю бочку. И второй полет. Вот шанс побороться за награды, шанс побороться за третье место. Но там возникают проблемы уже на первой бочке, к сожалению. И, ну, так теряют уже уверенность, наверное, в своих силах ребята. Хотя, посмотрите, есть проблемы и у Яблокова. Но все же, наверное, он слишком быстро с ними справился для того, чтобы... Разогнались, разогнались ребята немножко. Наши ребята их смогли догнать. И последняя бочка. Да, Яблоков остается в призах, а белорусский экипаж остается четвертым. Но все равно мы скажем ребятам большое спасибо и понаблюдаем за финалом. Где два абсолютно идентичных вертолета под управлением российских экипажей с одинаковой раскраской ЦСКА будут сейчас, не знаю, повторять, не повторять свои парные танцы, как было в классификации дженерал. Но что-то явно нам сейчас предложат очень красивое. И быстрее, быстрее получается преодолеть вторую бочку у ближнего к нам экипажа. И это Сергей Тупиков и Алексей Пентелин. На третью бочку зашли они. Проблемы возникли. Красный флаг. И второй полет. Месота 4 метра. Первые входные ворота. Первая бочка. Посмотрите, как синхронно зависают. Как синхронно работают. Очень красиво смотрится. Ну, это развязка нашего сегодняшнего противостояния. Это последний розыгрыш наград. И здесь быстрее, быстрее работают победители первого раунда. Им нужно сейчас очень четко все сделать для того, чтобы не подпустить соперника. И срабатывают они на классе, на опыте. Поздравляем Сергея Тупикова и Алексея Пентелина. Они выигрывают классификацию мастерс в развозке грузов и становятся победителями. Ну, что ж, турнир подошел к концу. Итап Кубка мира завершен, как и чемпионат мира, где в общем зачете наша команда завоевала серебряные медали. И хочется сказать большое спасибо нашим пилотам, нашим операторам, нашей команде, организаторам и всем людям, которые были причастны к этому грандиозному авиационному шоу. Это было действительно зрелищно и очень красиво. Анна Рогожинская сегодня была вместе с нами на комментаторской позиции. Спасибо вам, Анна. И я надеюсь, до новых встреч на вертолетном спорте. Спасибо вам. На самом деле очень приятно после таких трансляций. Хотелось бы, чтобы зрители больше интересовались и следили за вертолетным спортом. Это действительно здорово. До новых встреч.